Я всех приветствую на своём канале, и сегодня хочу вместе с вами отсадить довольно сложные экземпляры деток от листа. Иногда бывает такое, что лист сгнивает и оставляют маленькую-маленькую деточку. Что же тут делать и как спасти? Я считаю, что тут ничего, к сожалению, сделать нельзя. Если детка очень маленькая, то она, скорее всего, не выживет. Почему? Потому что лист сгнил, и его корни, скорее всего, сгнили тоже. И такая маленькая детка не успела, скорее всего, отрастить свои корешки. Поэтому что здесь делать? Ничего, кроме как убрать этот сгнивший лист. Давайте смотреть, есть ли вообще-то корешки. Ну, вот такая маленькая детка. Обязательно нужно поставить обратно в теплицу. Есть у меня ещё один экземпляр. Вот такой. Здесь, как вы видите, тоже нет листа. Эта детка не от этого листа. Здесь также было посажено два. Это всё один сорт ват супердочь. Я не знаю, почему так вышло, и почему гниют листья. Может быть, потому что я приобретала, получала его в подарок зимой. Может быть, он немножко подмёрз. А может быть, слишком влажно было в теплице. Но я с этим сталкиваюсь очень редко, поэтому вряд ли это зависело от моих условий. Но всё как бы бывает, да. Здесь другая ситуация. Здесь я лист просто обломала, когда детка была ещё довольно маленькой, но побольше, чем эти. И она всё-таки выросла без листа. Почему она выросла? Потому что у листа всё же были корешки. Вот, посмотрите, пенёчек. Вот он от листа. Он не сгнил. Он крепкий. И у него, соответственно, есть корни. Я хочу её отделить. Почему? Потому что сидит она уже здесь долго. Месяца два – это точно. Может быть, и три. Здесь нужно или подкармливать её, либо отсаживать в свежий грунт, где будут удобрения. Я не буду подкармливать, потому что стоит в теплице, и я не трогаю там. Грунт всегда влажный и не проветриваю. Поэтому самое лучшее решение – аккуратненько отсадить. Очень аккуратненько отделяем. Здесь я подсыплю свежий грунт. Не трогаю корешки. Вот здесь маленькая детка. Досыплю грунт и поставлю обратно. А здесь я всё же отделю. Вот он, кусочек черенка. А это уже корни от детки. Вот, вы видите, вот он, бывший черенок. Вот эта пяточка у черенка образовалась, но всё равно детка вылезла. Посадила я детку. Замечательно. Можно не ставить её в теплицу, потому что корни хорошие, но я поставлю, чтобы не пропустить время полива. Так, и сюда я досыпала грунт, чтобы прикрыть все корешки. Это я точно поставлю в теплицу. И вот такой есть у меня экземпляр. Посмотрите, этот сорт на геолистве. И лист такой вот закрученный. И он мешает расти детке. Я не хочу обламывать этот лист, потому что он мне дал всего две детки. Я хочу побольше. Поэтому мы с вами сейчас будем отсаживать детки и оставлять лист с корнями, чтобы он дальше давал деток. Это ват. Она красотка. Довольно новый сорт. По-моему, 2021 года. Аккуратненько отсоединяем. Очень мало корней осталось у листа, к сожалению. Ну, что поделать. Вот они, эти детки. А я думаю, почему он мне так долго их дает. А они, видите, под землей, видимо, я глубоко посадила. Эти листы спасать бесполезно. Они уже не выправляются. Ну, смотрите. Это я тоже удалю. Здесь есть корни. Даже если и нет, мы сейчас посадим в теплицу, и детка их даст. Вот такая маленькая детка. Я вам не говорю, что нужно такие маленькие детки отсаживать. Я уже привыкла. Поэтому я отсаживаю и не боюсь. Так, здесь вообще что-то запутанное. Смотрите, какая смешная. Вот эту я тоже не буду оставлять. Я надеюсь, что лист мне даст еще. Здесь получается очень длинная нога. Я ее уберу. Центр здесь есть. И посажу. Посажу я в один стаканчик пока что, а потом рассажу. Детки посажены. Здесь главное не заглубить точку роста. Вот видите. А то она сгниет, и потом долго будет отращивать новую. Здесь тоже мы не заглубили. Лист посажен. Вот и все. На этом я с вами прощаюсь. Может быть, кому-то было интересно. Может быть, кому-то полезно. Ну, я так же. Продолжение следует...